Начнем с рывков и прорывов, как обычно. Рынок российских акций в начале недели рухнул, причем падение индекса ММВБ, московской биржи, стало рекордным. После апреля 2020 года, тогда, правда, локдаун коронавирусный послужил причиной просадки экономики, а вот сейчас... А сейчас, ребята, нам с вами стоит сказать спасибо президенту мира, он же Великий Горнчий, который в очередной раз от души долбанул по Воронежу, Рассказываю, что случилось. Первое. Переговоры Владимира Владимировича с Байденом, которые ни к чему не привели, ни одного взаимовыгодного решения по итогам тех переговоров не принято. Второе. Обещания Путина о скором запуске Северного потока-2, это единственные на сегодняшний день масштабные проекты, опять не сбылись. Дежурная, прошу отнестись к этому, с пониманием не сработало. Третье. Сделали свое дело и угроза о возможном начале войны с Украиной. Мы их кошмарили, кошмарили. Итог. Иностранные инвесторы снова потеряли интерес к скрепдержаве. Стоимость крупнейших российских компаний упала до 7%. Экономика, в свою очередь, провалилась примерно на 4-5%. То есть, ну, нежели богато, нефиг привыкать. Видимо, сейчас остановимся на одном подробнее. Погнали! Объяснять надо, в какую прелесть мы снова вляпались, но я все-таки объясню. Конец года, минус 5% в экономике за неделю. Плюс прогнозируемая инфляция 11, уже 15% просадка получается нехилой такой. Отрицательный рост вырисовывается, вам не кажется? Теперь главное. А за счет чего, как вы думаете, Минфин и путинские министры собираются выравнивать ситуацию, я вам скажу. У них всегда одна и та же схема, потому что, ну, конечно. За счет искусственного завышения курсов валют, чтобы фантиками дыры в бюджете забить. Ну, рубль-то обесценится сразу, что дальше? А дальше неизбежный рост цен, как тебе такое, Илон Маск? Проще говоря, спасать страну они, как обычно, собираются за счет богатых российских пенсионеров. Ну, это метафора. Если кто не понял, а конкретнее за счет нас с вами. Да плевать на них эти санкции. Они теряют рабочие места. Мы из Украины нарвались на санкции. По разным оценкам, мы потеряли там где-то 50 миллиардов. Ну, контрсанции были восприняты, как такая, знаете, бомбежка Воронежа. Это заставило нас мозги включить. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными эксплуатациями. Слушайте, хорошо устроился. Он там понтами кидается направо и налево, а мы с вами, значит, эти его понты должны оплачивать, ничего не получая взамен, кроме «надо еще немного потерпеть». Итак, все 22 года, ну, напомните мне кто-нибудь, какой из путинских мегапроектов, ради которых он все время гнул пальцы, в конце концов стрельнут? Сила Сибири – минус. Северные и Южные потоки – минус. Крупнейший в мире амурский газоперерабатывающий завод – минус. Олимпийский Сочи, который после игр должен был стать второй Швейцарии, куда, как обещал царь весь мир, поедет на лыжах кататься – тоже минус, а за Крым наш мы и вовсе до сих пор расплачиваемся. 22 года. Деньги российских налогоплательщиков вваливаются. Фиг знает во что. 222 года, Карл. А отдача от этого ноля, ребят. Вам не кажется, что выгоднее было эти бабки просто пропить, или хотя бы как в фильме «Ширли-мырли» всей страной на них на Гавайи скататься? А их серьезно и совсем на пальцах. Представляете, в вашем окружении, в вашей компании, неважно, завелся какой-то новатор и застрельщик, который с утра до вечера фонтанирует идеями из разряда о золочё, серебрё, оклеёк для облигациями. Вы постоянно скидываетесь на эти идеи, но он каждый раз прогорает. Как снова вы поймете, что вот этот вот парень для вашего коллектива обуза? Я просто задал вопрос. Это реальная журналистика. Куда ты ведешь нас? Сусарин герой. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Очередная хорошая-нехорошая новость. Премьер Вишустин подписал распоряжение о выделении 12 с лишним миллиардов рублей из резервного фонда на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Зарплату поднимут врачам, преподавателям ОУЗов, тем, кто занят в области науки и культуры, сообщает пресс-служба Белого дома. И вот с одной стороны, как бы новость действительно неплохая. Хоть кому-то счастье улыбнулось, скажите вы, но я ведь не пропагандист, я журналист, поэтому предлагаю разобрать ситуацию на атомы. Здесь и сейчас. Итак, врачам каким врачам? Стоматологам, кардиологам, педиатрам, участковым, каким конкретно? Оказалось, тем, кто работают с ковидными больными, а остальные врачи, это не врачи. Им деньги не нужны, или их труд имения ценен для нашего государства? Вопрос. Далее. Преподавателям ВУЗов. А что, школьные учителя? Они чем хуже? Или воспитатели в детских садах? А может, дело в том, что преподаватели ВУЗов просто нужны в данный конкретный момент, например, для того, чтобы убедить студентов согласиться на прививку? От школьных-то педагогов в этом плане толку нет. Ну, детская вакцинация еще не объявлена. Продолжаем. По поводу научных сотрудников в позапрошлом выпуске рассказывал. Прям пример конкретный приводил. Кто забыл, я напомню. Вот этот вот господин Сергеев, кстати, на должность президента РАН в сентябре 2017-го был назначен лично. Верховным главнокомандующим всея Руси его не академики выбирали своим главой его Путин, кто кресло посадил. То есть, с этими тоже все понятно. Видимо, очень надо, чтобы профессора и академики прикормленные о пользе вакцинации покричали. С деятелями культуры, думаю, тоже объяснять ничего не нужно. Эти продажные шкуры за бюджетную копейку любую роль сыграют. Ну, помним же, да, как они всем скопом за поправки в Конституцию топили. Ни одна из тех поправок, впрочем, так и не заработала. Но со шкур-то какой спрос! Наша страна – это не просто территория. Это большая семья с вековыми традициями и уникальной культурой. Я хочу, чтобы границы нашей Родины были нерушимы. Русский язык – это один из богатейших языков в мире. Важно прийти и проголосовать. А вот теперь самое главное обстоятельство, которое в этой истории расставит все по своим местам. Ответьте мне на простой вопрос, почему деньги на повышение зарплат вот этим вот бюджетникам решили выделить из ФНБ. Такое повышение, заложенное в бюджете на минуточку, прописано. Тогда почему не оттуда, а именно из фонда, и я вам отвечу. Потому что это не целевые траты, это деньги не на повышение зарплат, как нам рассказывают. Это деньги на подкуп. Когда средства идут из казны, повышать приходится всем. В нашем же случае только про определенную группу людей речь идет. Нужных людей. Причем не обольщайтесь. Те, кто попал в данный список нужных, не значит нужных вообще. Здесь и сейчас вы нужны, сделаете свое дело и про вас забудут, но опять на пальцах. Придет время выборов, понадобятся школьные. Учителя, преподаватели вузов пойдут по бороде. Начнутся митинги, вспомнят о силовиках и так далее. Простейшие манипуляции при помощи подкупа. И взяток это называется расчет прост. Вы на радостях побежите исполнять волю барина. Сами побежите без его волшебного пенделя. Ну вот. Теперь он будет следить за собственной женой добровольно. Ой, а тут ведь очередная дешевка от пропагандистов вышла. Враги народа про антиваксеров. Они называют это документальным фильмом. Я бы сказал, стрёмная гидка. Действительно стрёмная, потому что гороховый шут Антон Красовский. А именно он является автором данного шедевра. Даже не потрудился хоть сколько-нибудь нормальных аргументов набрать. Весь фильм пропитан какими-то лозунгами а-ля Ялло Альмайнфюрер. Пропитан ненавистью, злобой, враньем. Создатель сам себе противоречит уже на первых минутах. Почему летальность сейчас этого коронавируса, там, в районе 2% высокая? И из-за таких, как БРВ. Вот эти старуха и старик окажутся на аппарате ИВЛ и умрут с вероятностью 80%. То есть сначала человек говорит о летальности в 2%. Через несколько минут эти 2% превращаются в 80%. Хочется посоветовать, Антоша. Заканчивай курить всякую несвежую дрянь. А вообще на будущее пиши сценарий трезвым. Сам себе, повторюсь, человек противоречит в одном и том же кино. Но это как? Понятно, что рассчитано на дураков. Я думаю, у каждого из вас есть такие знакомые. Насмотрятся подобного и потом начинают орать. Им бесполезно как-то и что-то аргументировать. Они просто орут и сыплют оскорблениями из разряда «Да ты тупой». Если честно, таких за людей-то не считаю. Но ведь и Антоша в этом своем шедевре ведет себя точно так же. Странно, что не зиговал, правда скажу по совести. Я досмотрел только до 24 минуты. Может там дальше и было. И тем не менее уверен, что мерзавца стоит поблагодарить. Вы почитайте комментарий, это под тем барахлом. Оно ведь возымело совершенно обратный эффект. Люди прям так и писали. До выхода в эфир вашего фильма сомневался идти на модную процедуру или нет. Сейчас точно знаю, что не пойду. Браво, Антон, вы лучший. Ну и чтобы не на грустной ноте, в преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина решили ему в себя опрос разместить во вкладке «Сообщество». Доверяете ли вы президенту его команде? Недавно, похоже, и проводили. Там, правда, вопрос немножко другой был. Вот 30 тысяч человек проголосовало. Результаты вы можете видеть на своих экранах. 70% высказались однозначно не в пользу. Владимир Владимирович, еще 22% выбрали варианты. Раньше уважал, теперь разочаровался. И это к чему? О каком 8% доверии нам все время врут в ящики? Почти 90% опрошенных мною в минус. Конечно, кто-то может сказать. Да у тебя протестная аудитория? Хорошо, давайте так. Раскидайте эту программу по соцсетям, в том числе в так называемые уропатриотические паблики. Ну, а через неделю подведем итоги голосования. Как-то так. Все. Это была реальная журналистика. Спасибо, что вы слушали. Подписывайтесь на канал. Проверяйте подписку. Бывает иногда, что она слетает. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь. Темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.